Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о самых интересных событиях в Минской области за эту неделю. Итоги уходящих 7 дней в программе новости «Центральный регион». В студии работает Сергей Луговский и Татьяна Никитина. Итак, сегодня в программе. Ливни после засухи. Скажутся ли на урожае капризы природы? Уборочная кампания набирает темпы в Минской области. Активно ведется и второй кострав. Мощная машина белорусского производства. В Вилейском центре скрининга онкозаболеваний появился новый компьютерный томограф. Как в районных центрах развивают экстренную медицину. Оказать первую помощь при стихийных бедствиях и авариях. Подстраховать от несчастных случаев на производствах. Спасатели проверили готовность санитарных дружин Минской области. И настоящее погружение в самобытную культуру. Научиться выпекать хлеб, жать рожь и танцевать, как наши предки. Участники регионального фестиваля Петровица переехали из города в деревню. В Минской области началась уборочная кампания. Активно идет и второй укострав. Убрана половина площадей. На сбалансированный полезный корм. Для животных пойдут однолетний рай, госты и люцерна, богатые протеином. Параллельно фермеры собирают первые овощи, ранние картофель, капусту. На урожае сказались капризы погоды. Сперва знойный июнь, потом продолжительные ливни. Юлия Токарь продолжит тему. Если идет комбайн, и пройдя весь этот путь от уборки и до бункера, потом надо пропустить через сортировку, это где-то больше 100 метров пройти надо. Она, кожура молоденькая, вся кожура очистится, и она начнет темнеть. Площади с молодой картошкой показывает руководитель хозяйства Смолевического района Владимир Крапивко. Здесь овощ номер один собирают вручную, чтобы не испортить товарный вид. В этом году урожайность будет меньше, чем в прошлом. На показатели повлияла засуха, которая совпала с цветением. Это суперранний сорт. И он свел две недели. И в эти две недели не было ни капли дождя. А за две недели он набирает 60-80% от своей потенциальной урожайности. За две недели цветение. И ничего не попало. А по соседству на белорозовых полях белорусская классика. А сортов клад, манифест и бриз ждут минимум 70 тонн с гектара. Культура не только самая устойчивая, лучшая для хранения. Конечно, манифест даст урожайность намного выше. Вот видите, сейчас он и посажен был дней на 7-8 позже голландских сортов. И в период его цветения пошли дожди. Конечно, он с вами будет хороший урожай. Я думаю, что 70-80 тонн товарного картофеля будет с гектара. Не погода коснулась и капустных полей. Сильные дожди повредили кочаны. Они потрескались. Но урожай получился сочный и крупный. Дожди идут. Капуста перезрела. Поэтому она потрескалась. Но в основном в этом году урожай такой неплохой. По сравнению с другими годами капуста у нас большая. А шквалистый ветер и град повредили зерно на 170 тысячах гектаров. Чтобы собрать полегший хлеб без потерь, специалистам потребуется больше времени. Не могу сказать, что на сегодняшний день погода критичная. Эта погода благоприятно сказывается на росте трав. И по большому счету в неделю мы еще можем при таких погодных условиях спокойно работать. Кстати, урожай на каравай уже начали убирать в южных районах области. Обработан первый процент площадей. Сейчас в самом разгаре ижат вазимого рапса. В хозяйстве Смолевича Бройлер, убирая белковую культуру, стремятся и к экономическому эффекту. Здесь азимы рапс убирают раздельным способом. Сперва проходит косилка, она скашивает зерно вот в такие вот волки, где за 10 дней оно должно немножечко подсохнуть до 10% влажности и доспеть. И только потом комбайном уже можно убирать культуру. Михаил Петрович, а расскажите, пожалуйста, почему таким способом убираете? Убираем таким способом, естественно, все заключается в экономике. Первое, правильно вы сказали, культура дозревает. Значит, потребуется меньше средств для сушки. Второе, что немаловажно, при такой уборке будет намного меньше потерь. Параллельно во многих хозяйствах Минской области уже подходит к концу вторую костра. Райграссы занимают большие площади, однолетние растения убирают еще до цветения, что позволяет сохранить высокий уровень протеина. Райграссы однолетние, их надо косить, когда токо начинает выкидывать метелочку, колосок. Выкинул токо-токо. Не уже, когда 100% выкинуло, а токо начинает. И тогда интенсивность отрастания, райграссы тоже очень высокая. Если придерживаться технологии хозяйского подхода, то зеленые корма непременно получатся сочными и максимально питательными. А объемы заготовки уже превышают показатели прошлого года. Юлия Токарь и Григорий Кристофович. Новости. Центральный регион. Кстати, сельскохозяйственную продукцию из Минской области смогут продегустировать не только белорусы, но и жители других стран. В Столбцах запускать линию по переработке картофеля по своим объемам такое производство станет первым в стране. Продукцию планируют поставлять на экспорт. И, к слову, это не единственное предприятие в районе, которое активно расширяет карту поставок и внедряет новые технологии. Об экономических перспективах региона. Александр Кавелич. Заготавливается металл, отрезаются нужные размеры лесов, подается на мой станок заготовка для будущего холодильника. И это только один из десятка этапов. На этом предприятии холодильное оборудование создают с нуля. Техника из Столбцов поддерживает свежесть товаров в крупнейших торговых сетях России, Чехии и Казахстана. Об успехе инвестиционного проекта говорят и цифры. За последние пять лет работы объем производства здесь увеличили в пять раз. При этом ставку делают на энергосберегающие и экологичные технологии. Тема экологии и тема перехода на озонобезопасные кладагенты, она сейчас занимает и тревожит, наверное, всех поставщиков и всех потребителей этого оборудования во всем мире. Очень бурный и динамично развивающийся. Это южно-азиатский рынок, это рынки Северной Америки, Южной Америки и так далее. Поэтому сейчас есть все возможности к тому, чтобы выйти с экспортом на все рынки. Такие же геотеги появятся и на карте соседнего предприятия с приставкой «Агро». Для сельскохозяйственной продукции тут будут поддерживать особые условия – от климатических показателей до освещения. Сейчас это оборудование пока ждет новый урожай, но уже совсем скоро тут начнут перерабатывать картофель. Такая производственная линия будет первой в стране. Это в первую очередь касается объемов производства. Ежедневно планируют перерабатывать 30 тысяч тонн корнеплодов. Несколько стадий очистки и контроля, и уже готовые картофельные хлопья станут сырьем для изготовления, к примеру, снеков. У каждого производителя картофеля возникает проблема. Это сбыт тех сортов картофеля, которые из-за непогоды, из-за сухи, дождя или других погодных условий, он не может продать на рынке. Соответственно, этот продукт мы можем использовать на переработке. На сегодняшний день смонтирована одна линия, но по второму этапу предусмотрена установка второй линии, после чего по объему завод может входить в десятку крупнейших европейских производителей. Благодаря новым производственным возможностям штат предприятия увеличат вдвое. Это на полсотни рабочих мест больше. К слову, в Столбцовском районе этот показатель постоянно растет. Это один из прогнозных показателей. Если в прошлом году нам был доведен 100 человек, у нас было 164 рабочих места. Уже за полугодие при задании 60 у нас будет где-то 65 созданных новых рабочих мест. Создаются новые предприятия. Мы очень активно работаем по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Для развития бизнеса предусмотрены и инвестиционные, а также индустриальные площадки. Это свободные территории для строительства новых предприятий, каждая из которых в будущем позволит открывать новые рынки сбыта. Александр Ковелич и Юрий Сахадзе. Новости. Центральный регион. Высокотехнологичная экстренная медицина развивается в районных центрах Минской области. В шести уже колесят передвижные медицинские комплексы. А на днях в Вилейке начнет работать новый компьютерный томограф. Сейчас техника работает в тестовом режиме. Мощная машина белорусского производства. Аппарат станет хорошим технологическим фундаментом в Вилейском центре скрининга онкозаболеваний. Ну а в Молодечно проверяют здоровье пациентов на современном аппарате МРТ. На обследование приезжают и из соседних районов. А доступная медициня в небольших городах. Материал Натальи Кезик. Придем, они нас и послухают, и давление померяют, и кардиограмму снимут. А еще сделают УЗИ и возьмут необходимые анализы. В передвижном комплексе врач общей практики принимает пациентов каждый вторник. Результаты осмотров здесь на месте вносит в электронную карту пациента. Плюс к тому, что оказывается медицинская помощь, также пациенты имеют возможность купить и приобрести лекарственные препараты, то есть не отходя никуда, не выезжая на месте. Колесить по проселочным дорогам Столбцовского района ФАП начал этой весной. С тех пор у многих жителей просто исчезла необходимость за 40 километров ездить в районную поликлинику. Снаружи вроде обычный автобус, а внутри на самом деле мини-поликлиника. В прошлом году в Центральном регионе появилось 6 медицинских передвижных комплексов. Теперь подобные поликлиники на колесах работают ежедневно и заезжают даже в самые отдаленные уголки Центрального региона. В новом европейском формате в Столбцах месяц назад заработал и приемный покой больницы. По степени критичности состояния пациентов здесь распределяют на три потока – зеленый, желтый и красный. Последних сразу из машины скорой помощи в считанные минуты доставляют в отделение реанимации. При необходимости провести УЗИ-исследование пациентов, эндоскопическое исследование пациентов, если необходимо наблюдение пациента, есть кабинет краткосрочного пребывания пациентов на две койки, где пациенты в течение 12 часов наблюдаются в приемном отделении. В Велике на этой неделе запустили в работу компьютерный томограф. Машина – отличный помощник в приемном покое и в центре скрининга ранней диагностики онкологии. Это один из мощнейших компьютеров, тем не более белорусского производства. И мы планируем использовать его как для диагностики скрытых патологий, использования при скрининге легких и других скрытых патологий, так и для диагностики у экстренных пациентов, поступающих к нам в больницу. Диагностику пациентов на новом оборудовании проводят и в соседнем Молодечнинском районе. Кабинет МРТ здесь работает чуть более месяца. Врачи в две смены ежедневно принимают до 30 пациентов, в том числе и из соседних районов. Вскоре здесь организуют специализированный центр с новейшим оборудованием. Со строительством кабинета МРТ первый этап формирования этого центра мы уже завершили. Удивительно то, что и уникально то, что все остальные этапы, а это ангиографический комплекс строительства, его и поставка оборудования запланированная на 2019 год, на 2020 год это компьютерный томограф, будут здесь в одном месте. Одновременно с западным Молодечнинским в Центральном регионе сейчас развивают еще два территориальных центра специализированной медицинской помощи. Разместятся они в Борисове и Солигорске и в полном объеме заработают в 2020 году. В Солигорске продолжается строительно-монтажная работа по открытию тоже магнитно-резонансной томографии кабинета. В Борисове установлен МРТ, компьютерный томограф уже пришел и ожидает издания пристройки в эксплуатацию и ангиографический комплекс. Таким образом у нас все три центра будут оснащены самым современным необходимым для диагностики и лечения оборудованием. Сделать детальное обследование на современной аппаратуре можно будет гораздо ближе к дому и без томительного ожидания. Сейчас, чтобы попасть на МРТ в Молодечнин, достаточно направления специалиста. Очереди на проведение процедуры нет. А за год работы скринингового центра в Вилейке районные врачи у восьми пациентов обнаружили рак молочной железы на ранней стадии. Тем самым в разы увеличив шансы на полное выздоровление. Ведь правильно и вовремя поставленный диагноз главным образом определяют успех. Наталья Кетик, Александр Шостакович и Григорий Крештофович. Новости. Центральный регион. Спасатели Минской области проверили готовность санитарных дружин к чрезвычайным ситуациям на производствах. 23 команды предприятий Минской области поучаствовали в состязании. Соревнования прошли в несколько этапов. Ну и стоит отметить, что из себя представляют санитарные дружины в принципе. Это люди, которые умеют оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при стихийных бедствиях и производственных авариях. Ну или во времени частных случаев непосредственно в цехах, мастерских и на рабочих местах. Илья Цветков обо всем подробнее. На территории базы экотуризма в Станьково в эту пятницу звучали учебные тревоги. 23 санитарные дружины предприятий Минской области продемонстрировали свои навыки работать в экстремальном режиме. В каждой команде быстрого реагирования более 10 человек. Все они прошли специальную подготовку на рабочих местах и проверили силы на полигоне. Санитарные дружины – это специальное формирование гражданской обороны, которое предназначено или видит своей целью оказание помощи в ликвидации бендика санитарных ситуаций, которые могут возникнуть в мирное и военное время. Члены команд готовы оказать помощь и в себя работникам предприятия. В случае какой-то ситуации на первоначальном этапе до прибытия подразделений наших. Поэтому они нужны и подтверждают свою необходимость. Соревнования включили пять этапов. Каждый из них – отработка основных видов чрезвычайных ситуаций, залог успеха, слаженность действий, теоретические знания и умение применить их на практике. В первую очередь судей проверили обязательную экипировку участников. «Носилки, шины – это для того, чтобы оказать первую помощь пострадавшим с переломами, а также вынести из очага пострадавшего и погрузить его на транспорт. Защит костюмы, химической защиты, и это будем работать в инфекционном очаге. Для того, так, респираторы, здесь фляжки, в фляжках вода, чтобы тоже в случае необходимости мы могли лекарственные средства дать пострадавшему». «У каждого участника при себе есть вот такая санитарная сумка. В ней все необходимое для действия в чрезвычайных ситуациях. Всего более 30 наименований от кровоостанавливающего жгута и йода и до таких вот специальных респираторов». «Скорость реакции отработали во время поиска людей на аварийном объекте. Все пострадавшие по сценарию потеряли сознание, поэтому первоначальная задача – восстановить дыхание». «Территория нашего предприятия в городе Борисове. Рядом у нас проходит трасса М1. По ней постоянно в течение суток переводятся различные грузы. Рядом находятся железнодорожные трассы, по которой движутся поезда тоже с различными грузами. Все это в непосредственной близости от нашего предприятия в нескольких километрах. И вот на основании вот этого всего у нас созданы эти формирования, которые мониторят ситуацию, работают непосредственно с Борисовским ГРОЧЕС по обмену информации, принятию каких-либо решений». К концу дня жюри подсчитало все баллы. По результатам общего зачета лучшие признали команду минского предприятия. Всего через несколько месяцев победители отправятся представлять Минщину на республиканском конкурсе. Илья Цветков, Виктор Борисов, агентство теленовостей. Настоящее погружение в самобытную культуру совершили участники регионального фестиваля «Петровица». На неделю они переехали из города в деревню Шипиловичи Любинского района. Чтобы научиться выпекать хлеб, жать рожь, петь и танцевать, как это делали наши предки. Помимо мастер-классов, танцевальных и музыкальных занятий, путешествовали по Любинскому краю и знакомились с его гостеприимными жителями. Наталья Кузьминская побывала на фольклорном празднике. На другий тыдень лепеня у Шипиловичах традиционно чекают гостей, что вот сюда приезжают аматоры народной танцевальной и спиной культуры на фестиваль «Петровица». Тихенько, тихенько. За танцевальную программу отказывает этнохореограф и фольклорист Сергей Выскворка. Мастерский керавник узорного коллектива «Веробейки», якому селит о 25 году, делится своими ведами. Полька, подыспанка, ханышка, нареченько – далеко неополный спис танцев, який я записал и отшукал у доследших вандроуках этнохоров. Только в Любинском районе 105 танцев. А в других районах есть другой набор. В Беларуси, я думаю, что неизвеченная колькасть танцев. Если их все написать в список, то будет под 500. А кроме танцевальных традиций, у дельники Петровицы осваивают и технику спевную, спробуясь поглыбиться в гуковую стихию лепших узоров у петровских обрадовых песеней и позабрадовая лиры Келюбанского краю. Я за все-таки отшивала нечто, что есть не только такое житие, как такое светское, так. И за все думала, что есть нечто такое глубейшее. И мне было интересно, что у нашего народа есть такого незвычайного. И вот так я трапила в беларускую культуру. А прочь танцев и спевов у дельники фесту подорожничают по самобытных и аутентичных местежках Любинского района. Это и везки Кузьмичи, Пласток, Сосны. Так, у Кузьмича гостей фесту сустракали у дельницы аутентичных фольклорных гуртов Хамелиха и Чутки. Пора вечер, уже тянет нам на спелки, идти спевать. Хочу мы... Идем до хаты нашего керавника и у хатя, где я занимаюсь. Дома, на дому. Потрапила я сюда непопадково, напевно. Меня уже несколько годов звали, 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 звали. И вот нарешті доехала. У меня в акации, я же по фестивалях. Якость этого мероприемства, оно наивысшайшее, что можно уявить в фольклорном осеродку. Тому, конечно же, варто сюда приезжать что год, который отримывается, то и приезжаем. Разом спевали, танцевали навод зладили показ мод весельных вянков. Историю и технику вырубу одного зголовных атрибута ушлюбных абраду заховала народный майстр Беларуси Раиса Валькова. Ольга Тывянов – пасковые кветочки. Ну, и он такие, из красненьких, из беленьких, зущаки. Это, ну, видать было, что семья была полная, был батька, была мать. На приконце сустречу у Кузьмича худельники Пятровицы долучились адатаямничьего действа – старожитного абраду Русалли. Целый тыдень после Троицы до Пятровского поста лечиться Русальным. И в этот час женщины сбирались, водили карагоды. Вот девчаты палили свои вянки, и те девчаты, которые мусить быть засватанными в этом году. Там такие чудовные куплетины говорят, что на тебе Русалка моего вяночка, как бы я дождала другого годочка. Ну, в смысле, как бы я уже была замужем. А с правоздачей научения спевом и танцем стало Свято Пятрок. Скорогодами Павиосцы, замовая огню, с усими абрадовыми деяниями, танцами и забавами. Наталья Кузьминская, Иван Мартынович, Новины, Центральный регион. И такой была эта неделя в жизни Минской области. Мы же прощаемся с вами. В студии работали Татьяна Никитина. И Сергей Луговский. Смотрите новости региона каждое воскресенье в 12.10. Мы же прощаемся с вами. Всего вам доброго. И до встречи. Продолжение следует...